Доброе утро, Божий народ! Я вас приветствую на нашем духовном завтраке. Вот уже почти 14 лет, как Бог спас меня, как Он меня оправдал, омыл своей кровью и дал мне какую-то совершенно новую жизнь, такую жизнь, о которой я даже не мог и мечтать. И вот за эти 14 лет я очень много чего видел, очень много чего слышал. И знаете, всегда больно смотреть на то, что люди, которые были с тобой в начале твоего пути, которые тоже горели по Христу, которые говорили, что мы никогда от Него не уйдем, никогда, никогда мы Его не оставим, потому что так здорово быть с Иисусом. И спустя время ты понимаешь, что этих людей нет в Церкви. И многих из них даже нет уже и в живых. Что происходит? Почему вот так вот бывает? Почему Христос приходит в жизнь? У нас загорается какой-то огонь, какое-то желание жить, служить Богу, но потом со временем что-то вот теряется, и люди уходят от Бога. Очень больно смотреть на это. Очень больно, что люди, которые были счастливы в Господе, сегодня они несчастны, потому что они не в Нем. И апостол Павел, 1 Коринфянам, 10 глава, пишет такие вещи. С первого стиха. «Не хочу оставить братья в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисеи, и в облаке, и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не о многих из них, говорил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Какие слова? Он говорит, «Они все, все ели манну, все слушали одно и то же слово, все пили из этого камня, из которого текла вода, они все были, и все было одно и то же, но кто-то дошел, а кто-то нет. Сегодня мы в церкви, мы слушаем одни и те же проповеди, мы читаем одно и то же слово, мы ходим на одни и те же домашние группы, на одни и те же молитвы на служение, но кто-то остается в церкви, идет дальше, а кто-то отпадает. Что происходит? Почему так случается? И дальше он пишет, «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, которых написано, народ сел, есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителей. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последней вековы. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Павел говорит о том, что, знаете, можно таким самодостаточным христианином стать. То есть самоуверенным таким, что все хорошо, все же здорово, мы спасены. Но вот у них было то же самое, но потом многие из них стали идовопоклонниками, другие стали благодействовать, потом некоторые искушали Христа, другие стали роптать, и таким образом Бог решил их своей благодати. То есть находясь в церкви, слушая Слово Божье, находясь в присутствии верующих людей, можно быть идовопоклонником, можно благодействовать, можно искушать Христа и можно быть роботником. И вот Павел предупреждает нас, смотрите, это как образы для нас. Если ты хочешь достигнуть земли обетованной, если ты хочешь с ним вместе пройти до конца, и потом войти вот в эти врата Царства Небесного, нам необходимо с вами быть внимательным. Если ты думаешь, что ты стоишь, бойся, чтобы не упасть. То есть в каждом дне мы должны начинать новый день с общения с Господом. Как можно отпасть от Него, перестать с Ним общаться? Когда мы перестаем общаться с нашим Богом, мы начинаем искать общение в чем-то другом. Поэтому нам с вами, друзья, необходимо иметь общение с нашим Творцом, с нашим Иисусом, который спас нас. Если мы этого делать не будем, рано или поздно мы найдем что-то, что будет нам интереснее, чем ходить в церковь. И это точно, сто процентов. И поэтому я желаю, чтобы каждый из нас с раннего утра искал общение с Ним. Чтобы нам не быть вот этими, как вот эти люди, которые отпали, которые были поражены пустыней. Чтобы нам в вечности наслаждаться вместе в присутствии нашего Бога Иисуса Христа. И если ты стоишь, бойся, чтобы не упасть. Если ты думаешь, что ты самодостаточен, не думай, а нам всем нужен Иисус Христос. И только благодаря общению с Ним, черпая от Него какие-то силы, мы сможем достигнуть узких враг. Царство Небесное, благословляю вас, драгоценные, во имя Иисуса Христа. Аминь.